Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок. Поехали! Сегодня у нас будет очень нетипичный урок для моего канала. Сегодня у нас вредная клиентка. Ну, к этой вредной клиентке вы привыкли. Вредная клиентка себе обычно делает правой рукой левую. Но сегодня у нас необычность состоит именно в том, что вредной клиентке придется самостоятельно делать себе правую руку. То есть мы работаем сегодня левой рукой. Как же самостоятельно сделать себе коррекцию на правой руке, это довольно-таки проблематично. На самом деле, если коррекция ногтей в обычных условиях на клиентке, монтаж коррекции, ну, непосредственно выкладки с эпилом у меня занимает где-то в среднем 5 минут. Ну вот, порезанный материал на один пальчик занимает минут 5. То в данном случае порезанный материал одного пальчика у меня занял 15 минут. То есть, соответственно, времени у нас ушло просто грандиознейшее количество. С тем, что дизайн как таковой мы сегодня делать не будем. Мы сегодня обойдемся таким очень и очень ненапряжным вариантом. Будем клеить наклейки. Опять же, для моего канала это нетипично. У нас будут наклейки. Собственно говоря, в чем же заключается основное неудобство? Ну, во-первых, фрезы у них, насечки расположены таким образом, что они пилят только в одну сторону. Соответственно, когда фрезой работает правша, насечка пилит в движение на себя. Если же пилить левой рукой, то лучше фреза пилит тогда, когда вы делаете движение от себя. Соответственно, вам необходимо полностью переформатировать движение фрезы. Это касается только твердосплавных фрез, потому что алмазные фрезы пилят в любую сторону. У них нет как таковой насечки, поэтому они в любом случае пилят. В этом месте со мной кто-то может начать не соглашаться по поводу того, что я левша и у меня фрезы пилят в любую сторону. Смотрите, попробуйте пилить фрезой в одну и другую сторону. Создается видимость, что они пилят одинаково, но на самом деле вы прочувствуете, насколько больше материала снимается тогда, когда вы пилите фрезой по насечке, и насколько меньше материала снимается тогда, когда вы пилите против насечки. Сейчас уже некоторые производители выпускают фрезы с противоположными насечками для левшей. Их вполне реально найти, поэтому если вы левша, очень рекомендую взять просто правильную фрезу, потому что действительно очень сильно отличается, когда вы пилите фрезой правильно и неправильно. А пил пилкой тоже такое себе удовольствие. Как мы понимаем, левая рука у нас работает плохо, поэтому обратите внимание, как я работаю пилкой. Я левой рукой пилку держу, а правой рукой об пилку пилюсь. То есть у меня опять же все получается с точностью, да наоборот. Я не пилю левой рукой, я пилю правую руку об пилку. Ну и, как я говорила, фреза, которая у нас алмазная, работает в принципе в любых условиях, в любом направлении, никаких проблем с этим. Ну а теперь мелкая моторика. И, кстати, в этом моменте я ожидала, что мне будет сложнее. Я очень давно не делала себе правую руку, очень давно не работала левой, хотя изначально, как вы понимаете, когда я была начинающим мастером, я, конечно, делала себе и одну, и другую руку самостоятельно. Сейчас же такой навык утерян, и я думала, в данном этапе будет мне немножечко сложнее. Итак, что же я решила сделать? Я решила облегчить себе задачу сделать выкладку акрилатиком, но просто камуфляж мне не захотелось. Вы знаете, что я очень люблю всякие разные блестки, всякие разные штучки, поэтому я смешала акрилатик с блестками и пигментом. Получила вот такой вот совершенно потрясающего оттенка материал. Материал я смешала... Вот единственная проблема в замесах материала, это смешать нужное его количество, потому что обычно ты либо смешиваешь мало, и приходится домешивать, либо смешиваешь дофига много, как в данном случае, и потом вторую руку мы будем делать тоже из этого материала. Кстати, вторую руку я делала в этот же день, поэтому следующий ролик на канале выйдет с моей второй рукой. На ней мы, конечно же, нарисуем нечто бесподобно красивое. Вы у меня уже эти ногти где-то срисовали и уже очень просили эти ногти показать в эфире, поэтому подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые ролики. Мы же тем временем выкладываем материал, и обратите внимание, как вы помните, у меня на руках очень сильно они хагрифозные указательные пальцы, поэтому основную часть материала мы стаскиваем на кончик, для того, чтобы его поднять. Собственно говоря, если у нас более-менее четко выложен материал, а пила остается у нас не так уж и много, опять же, обратите внимание, что мы пилим аппилку свой ноготь, иногда не попадаем в камеру, конечно же, нам нужно уделить больше внимания на рассмотрение ногтей, потому что, когда мы пилим ноготь аппилку, мы совершенно ничего не видим, что оно там пилится, поэтому приходится довольно-таки часто прерываться и смотреть, рассматривать ноготь, для того, чтобы определиться, в каких зонах и каких местах его еще необходимо аппилить. Ну и, собственно говоря, после всех этих манипуляций выполняем непосредственно маникюр, обрезаем все кутикулы, которые нам мешают. Кстати, с маникюром вообще никаких проблем у меня не возникло, и, по-моему, эту руку в таких условиях я себе даже и не распилила. Точнее сказать не могу, но, по-моему, не распилила, потому что не помню, чтобы распилила. Вот, точнее сказать не могу, потому что после этого у меня было сделано уже две коррекции. Надо, наверное, как-то ролики на канале убыстрять, а то что-то я уже на два месяца отстаю от своей работы в живом формате. Как вы думаете, какие есть варианты? Не все ролики выкладывать, например. А так жалко не выкладывать все ролики. У меня там столько всего интересного снято. Каждый ролик стараюсь сделать такой, чтобы он был максимально... Наверное, надо собрать какой-нибудь ролик, в котором будет там три дизайна на одну тему. Как вы думаете? Присылайте свои варианты в комментариях. Будет очень интересно их почитать. Подумаем вместе, как бы так соорудить. Ну, а на сегодня, в принципе, у нас все. Как я и говорила, украшаем мы все это безобразие просто наклейками. Наклейки, кстати, я благополучно сожрала буквально-таки через три дня, потому что наклейки у нас объемные. Я их специально лепила в объем для того, чтобы они смотрелись интереснее. Но, как вы понимаете, объемы очень замечательно съедаются буквально за пять секунд. Собственно говоря, вот такая коррекция у нас вышла быстро, просто ненавязчиво, со своими сложностями. Надеюсь, вам понравилось. Надеюсь, вам было интересно, полезно. Встретимся в новых уроках. Всем до новых встреч. Пока.